Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 26 июля и я решила зайти в теплицу с перцами, показать вам, какие сорта как выглядят. Потому что выбирать перец нужно именно сейчас, когда видно его размер, плода, форму, цвет. Если вы будете выбирать сорта перцев, например, придете в магазин, вы обычно смотрите, как многие выбирают, или по цвету желтый, или красный, или по весу, чтобы он был тяжелый. Но очень важную роль играет еще форма, и смотря для чего, для каких целей вы выращиваете. Вот смотрите, вот это вот воловье ухо. Он все крупный, мясистый, но для фаршировки, если вы, например, будете фаршировать, он подойдет вряд ли, вот по сравнению с рукой, смотрите, он огромный. В него очень много нужно будет, как закладывать фарша, наверное, килограмм. И во-вторых, он такой неудобной формы, как немножко тут, вот приплюснутый. Он идеальный будет для салатов. У него толстая стенка, он сочный, мясистый, например, в каких-то заготовках, но для фаршировки он не подойдет. Если, например, вы любите фаршировать перчики, ну, сейчас я, подождите, перейду, так, где же у нас? А вот, если вы любите фаршировать перчики, то лучше выбирать вот такие вот кубовидные, чтобы у него был тупой конец внизу. Вот у меня здесь золотое чудо. Вот такие вот они, кубышечки. Их очень удобно. Они сами имеют форму кастрюльки. Наложил и ставишь. Они как устойчивые. Вот так вот выглядит у меня сейчас перец богатырь. Видите, как он богатырь, он весь-весь-весь в плодах. Вот у него плод тоже большой, но его можно, например, большие плоды на заготовку, а маленькие на фарширование. Фаршировать его можно, хотя он тоже конусовидный, но он не такой огромный, вытянутый, как воловье ухо. Дальше сейчас мы пойдем. Так. Можно выбирать вот такие вот красные, ярко-красные сорта. Желтые выбирать не нужно. Но, хочу еще заострить на чем момент, что если, например, вы хотите высадить 40 кустов, то вам нужно все это разделить на скороспелые, средние и поздние, чтобы они у вас шли постоянно с самой ранней весны и почти до зимы. Так что, вот к этим большим, крупноплодным, несистым, ой, сейчас дойдем до туда, вам надо добавить еще и скороспелочки, которые, вот я уже рассказывала, тут у нас есть венти, они, видите как, он небольшой, маленький, компактный, он вроде, казалось бы, что-то можно с него получить, но он все лето плодоносит, у него все новые и новые плоды, он весь улеплен плодами. Я потом каждый сорт, конечно, буду еще рассказывать подробно о нем, но просто вы должны знать, что когда вы делаете выбор перца, вы не по красоте, не по толщине стенок выбираете, а по целевому назначению. Если вы хотите и фаршировать, и делать лечо, например, и заготавливать, замораживать, то вам нужно повнимательнее отнестись к этому и подбирать именно те сорта, которые для фаршировки один сорт, для лечо другой, например, для раннего урожая третий. 4-5 сортов на каждом участке должно быть обязательно. Ну и, конечно, любителям крупноплодных, вот таких вот огромных, даже не умещается в камеру, можно выбрать 1-2 крупных сорта, один красный, другой желтый, но чисто для души, полюбоваться и потом скушать. До свидания! С вами была Ольга Чернова.